МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Литейный цех Куйбышевского завода Котэк". Стерженщицы из бригады Александры Бастеевой окружили начальника цеха Макарычева. Он уходил на фронт. Но, девчата, я на вас надеюсь. Не подведите, чтобы продукция была вовремя, без брака. Не волнуйтесь, Андрей Степанович, бейте спокойно фашиста, а мы не подведем. Поднимайся в небесную ввысь. Опускайся в глубины земные. Очень вовремя мы родились. Где бы мы ни были, с нами Россия. Тук-тук-тук стучат по песку деревянные молотки. Внимание, еще раз внимание. Песок надо хорошо разровнять пальцами. Тут и молоток, и его рукоятка, и тонкая линейка. Все идет в дело. Здесь, на заводе Котэк, отливались корпуса карбюраторов для танков. Тук-тук-тук. Еще несколько осторожных движений. Потом стерженщица кладет молоток у стола. Вытирает лицо рукавом в стеганке. Открывает стержневой ящик. И внимательно осматривает стержень. Увы, маленькая, но не пробойка. Так нельзя. Это брак. Стерженщица ломает бракованный стержень. И все начинается с самого начала. Каждая из них, работниц, должна изготовить по 130 стержней за смену. А все они перевыполняют это задание и в полтора, и в два раза. А вот бригадир Александра Бастеева дает 300 стержней за смену. Конечно, это днем. В ночную смену выработка, как правило, меньше. Часто выключается свет. Не хватает электроэнергии. Но и в кромешной темноте стерженщицы пытаются работать. Набивают на ощупь стержневой ящик песком. Ждут. Потом кто-то из них догадывается, макает тряпку в мазут и зажигает возле своего станка факел. И снова работают стерженщицы при свете факелов, которые горят возле каждого станка. В холодной темноте цеха, как звезды в ночи, мелькают огоньки самодельных факелов. Сколько работниц, столько и огоньков. Робко и неуверенно мерцают огоньки. Но твердо и уверенно двигаются руки работниц. Маленькие опухшие руки. И у каждой из них в ушах звучит наказ воина. Девчата, я на вас надеюсь. Не подведите. Нет, они не подведут. Завод работает. И продукция завода идет фронту. Все это звучит, я не знаю, так может быть это немного надуманно. Но я совершенно искренен. Безымянка полна тайн. Абсолютно. То есть вся безымянка это тайна. Я езжу. Вот сейчас лето. Наступило я. С конца мая езжу по ночам. И перед рассветом на велосипедах смотрю на безымянку пустующую. Езжу по разным закоулкам. Каждый раз я нахожу что-то новое, что-то интересное. Какие-то здания новые. Какие-то дворики, которые я еще не видел. И открывать район в таком буквальном смысле. Ну то есть такие простые тайны. Житейские. Это просто, безусловно, очень интересно. Это просто интересно по-человечески. В 1941 году 17-летней девочкой пришла на завод АТ-1, вместе с которым она эвакуировалась в Куйбышев, комсомолка Мария Егоровна Каликова. И сейчас же ей комсомолки дали бригаду. Да какую бригаду? Бригаду учащихся старших классов, ремесленниц. Кому, как не ей, доверить этих юных девочек. Надолго запомнила бригадир Каликова этот свой трудовой опыт. А вот на землю опустилась еще одна ночь. А она, бригадир Каликова, не спит. Ходит по пролету второго корпуса между станками. Кажется, опять Люба заснула. Тревожится она. И верно, худенькая, с отеками под глазами, Люба спит, прикорнув к станку. Люба, Любаша, проснись, тормошит ее бригадир. А, это ты, Маруся, спросонья отвечает та. Я только немножечко, только согреюсь. Люба, Люба, ну что мне с тобой делать? В отчаянии думает бригадир. На вот хлеба поешь. На, у меня осталось немного. Хлеба, сразу просыпается Люба. Да, я очень-очень хочу есть. И вот уже станок снова пущен. И снова идет продукция для фронта. А все-таки отличные у нас люди, думает бригадир. Привыкают к работе. Многие помогают друг другу. А Люба, что ж, и Люба привыкнет. И станет прекрасной работницей. Для меня, как человек, не жившего в то время, как раз вот эти испытания все, они, ну, без привлечения закаляют людей. То есть, они относились к этому как данности, причем без жалоб, без каких-то обид на историю или на государство, или еще на какие-то вещи. А вот и еще станок. А возле него худенькая, с длинными русами, косами девочка. Она кажется смешной и неповоротливой своей, слишком большой, не по росту, телогрейке с подвернутыми рукавами и дырявой, перевязанной крест-накрест шали. Девочку зовут Вера. Чтобы она могла работать, пришлось подставлять ей под ноги ящик. Еле-еле подобрали подходящий. А что теперь? Теперь Вера и работает, и учится. А еще пишет стихи и заметки в стенгазету. Она рационализатор. Вот теперь работает и поет. Помогает себе песней. А, бригадир! Комсомольский привет! Радостно приветствует маленькая дружница Вера, бригадира Марусю. Ну как, много я сделала? Здравствуй, Вера! Молодец! Много! Все, поешь? Пою, Маруся! Ты знаешь, когда я пою, мне спать совсем не хочется. И есть тоже. Правда-правда! Вот и умница, отвечает бригадир. А сама идет дальше проверять трудовые посты. Кого-то разбудит, кому-то скажет доброе слово. А за кого-то и сама поработает. Мол, пусть отдохнут ребятки. Наберутся немножко силенок. Вот и любят ее, бригадира Марусю, эти ребятки. Хорошую, простую и добрую. Любят и стараются изо всех своих сил. Мужают в этой работе. Расправляют крылья, как молодые орлята. Изготовленные ребятками детали поступают на участок сборки. А там из них изготавливают магнета, которые поступят в фон главного командования. Сто магнета для победы над врагом в короткие сроки. Собраны с помощью двух комсомольских бригад. Сто магнета для нашей победы. Тайны здесь, безусловно, множество. То есть эти производства. Бункеры, собственно, бомбоубежища в каждом дворах. Какие-то подземные катакомбы, в которые надо попасть еще. Каждый двор хранит какие-то секреты. Исторических секретов миллионы. Все производство было секретным. Об этом широкой публике неизвестно. Кто-то передается в легендах. Я много использовал в книжке. Этих заводских полулегенд, таких рассказов. Когда кто-то что-то слышал, кто-то что-то рассказывает. Тайны о производстве, тайны о серых схемах, тайны о каких-то подпольных организациях на безымянке. То есть все это переполнено, на самом деле, тайнами. Опять же, вся эта секретность, заводы-то были оборонными. Она порождает, сама атмосфера порождает какие-то загадки, что-то неизвестное в массе. А это плодороднейшая почва для миф, для различных. И, собственно, для тех, кто не живет на безымянке, для тех, кто с ней не знаком, приглашаю всегда познакомиться с ней. Потому что место действительно открыто для себя. Тайны просто прогуляться по ней. Многие никогда здесь не были, никогда не видели. А места очень интересные. Даже та же самая аллея, при всей ее парадности, это вот именно такое. Есть, допустим, аллея Металлургов, есть улица Победы, такие парадные лица безымянки, так, как ее хотели видеть. Но если отойти в сторону, перейти на улицу Свободы, перейти по физкультурной, то есть уйти с парадных мест, вам откроется совершенно другая безымянка, наполненная различными тайнами. Ну и, конечно, закончится, что каждый человек – это тайна. Каждая история здесь их тысячи. Любой случайный прохожий может рассказать очень много интересного. День ото дня поднималась, мужала и крепла. В цехах завода Котек и других кубишевских предприятий надежная смена тем, кто ушел защищать Родину. День ото дня становились все более выносливыми и мужественными вчерашние школьницы, которые ощущали себя солдатами переднего края, которые выполняли ответственное задание Родины. Если выбывала одна из работниц, ее тотчас заменяла другая. Каждая осваивала все операции на своем участке. Ни одна бригада не уходила с работы до тех пор, пока не выполняла поставленного задания. Не хватало машин и горючего, но горячи были юные комсомольские сердца. Нагрузив тележку доверху, девушки сами впрягались в нее и тащили до места назначения. Ветхие пальтишки, одни специальные рукавицы на шестерых, но ничто не было препятствием для выполнения поставленного задания. А когда становилось совсем не в моготу, юные работницы подбадривали друг друга и осипшими голосами запевали. Нела ледяная метель, дул пронизывающий ветер, а в цехах завода Котэк и других куйбышевских заводов звенели песни. Лучше нету дороги такой. Все, что есть, испытаем на свете, чтобы дома, над нашей рекой, услыхать соловья на рассвете. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова